Филипп Марлел, частный детектив В главной роли Пауэрс Бут Первый сезон, первая серия, Карандаш Это был жаркий и влажный Августовский день Ваша шея не была бы сухой, даже будь у вас полотенцем Я уже покидал свой офис, чтобы закрыть дело Когда поступил звонок от Майлица Маги Эй, Марлоу, ты куда пошел? К Маги Чего ему от тебя нужно, а? Так я тебе и сказал Так скажи, рот у тебя в порядке? Не то, что твой Почему не сходишь к самотологу? Он заждался тебя Маги, шеф убойного отдела В участке на Уилл Коксавиню Если бы не все эти дела ради благотворительности, которые он мне подбрасывает Я мог бы заработать себе на жизнь Бизнес не шел, а это отражалось на моем банковском счете Поэтому я решил навестить его еще раз А, как дела, парень? Пока живой Присаживайся Ну и духота, как в парилке Да Хочешь обтереться этой тряпкой? Да ну тебя Да это была шутка Так чем занимаешься? Свободен, как ветер в поле Неужели? Мы только что услышали о парне с востока, застрявшего здесь, в Голливуде Маленький толстяк Его имя Вакаро Саль Вакаро Что ж, этот Вакаро оказался наверху чего-то черного списка Они даже прислали ему карандаш Ты ведь в курсе, что означает карандаш? Я знаю, что означает карандаш Он хочет, чтобы мы приставили к нему телохранителя, пока он не сможет слинять из страны Я сказал ему, я не могу использовать деньги налогоплательщиков, чтобы охранить его малюсенькой белой тельцей Так что я подумал, не подкинуть ли его тебе Хочешь леденцов? Нет Они освежают дыхание Просто не дыши в мою сторону Так что... Как все-таки этот Вакаро попал в черный список? Он держит у себя несколько грозбухов мафии с востока Двойная бухгалтерия Годами он поделал щита и набивал свой карман Теперь он своему каппу больше не нравится С виду солидный гражданин Да? Итак, где он прячется? Он прячется в этой академии верховой езды Ты знаешь, где это? О, да Благодарю, босс, я беру дело, но сначала закончу с первым Как объявится Вакаро, передай ему, что я зайду сегодня днем Береги себя Постараюсь Это была работа по розыску пропавшего мужа Жена хотела, чтобы я его нашел Так как она любила его или типа того Я нашел его в первый же день На вид он оказался достаточно приятным мафом Парикмахером из Уокигана Как я понял, он просто ушел к более спокойной жизни Но я взял гонораж за дополнительный день И поэтому вернулся к моему клиенту Добрый день, вы нашли его? Да, я нашел его Хорошо, теперь-то я ему задам После пяти месяцев брака он сбегает от меня Преподам ему такой урок, что вовек не забудет Это женщина? Другая женщина? Я выцепую ее глаза и засуну ей в нос Никто не смеет так со мной поступать Миссис Йеггер, я нашел его, но потерял Что? Он, вероятно, уехал из города Я заплатила вам 20 долларов Знаете что? Я не отработал их Минуточку Что мне теперь делать? Ну, в следующий раз выходите замуж рано утром Таким образом вы не потеряете весь день Я вернулся в свой офис чуть позже, в 3.30, чтобы подготовиться Ко встрече с Салем Вакару Миссис Йеггер вела меня в депрессию Это ее пародия на любовь, выставляя супружество в дурном свете Я был подавлен тем, что согласился охранять какого-то олуха, которому копы не подошли бы на пушечный выстрел Филипп Марло, первоклассный бойскаутер, второсортный тупица Чтобы вывезти из страны парня, которому вручили карандаш, вам бы потребовался ковер-самолет Одно неверное движение, и тебе тоже придется искать, где залечь на дно ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы Мороу? На двери так и написано Лейтенант Маги сообщил вам, да? О чем? Во мне Я Вакару Саль Вакару Проходите и присаживайтесь, мистер Вакару Я слышал, вы любезны с клиентами Да, поэтому я так богат Что бы вы сказали о пяти тысячах долларов? Ничего, пока вы не ведете меня в курс дела Вы когда-нибудь спасали человеку жизнь? Пожалуй, время от времени Спасите меня, мне нужен кто-то, кто вытащит меня отсюда Спасти от чего? Я должен выбраться из страны, это все, что вам нужно знать Прекратите подавать информацию кусками, Вакару Хорошо? Это мафия Я вышел из дела, и они прислали мне карандаш Вы знаете, что означает карандаш? Продолжайте Я удрал Но они меня раскусили Когда я садился в самолет из Нью-Йорка, они, должно быть, кого-то уже подрядили на это Они знают, где я прячусь Так почему же они до сих пор не убрали вас? У них другие методы Они не используют местных Всегда спецы из другого штата Ручайся, они прибудут из Нью-Йорка Сегодня Когда я приземлился, они наверняка выслеживали меня В котором часу самолет вылетел? В 9 часов из Нью-Йорка Прилетели сюда около 5.30 Где вы остановились? Отель Беннет Ламирада Хорошо Вот как мы это обыграем Вы не вернетесь туда Я отвезу вас в одно безопасное место Вы останетесь там до тех пор, пока я не придумаю, как снять вас с крючка Дайте мне свой ключ от номера в Беннет Я заберу ваши вещи Может быть, мне там залечь на дно? В Беннете я буду в порядке Хорошо, тогда идите туда прямо сейчас без меня и будьте легкой мишенью Ладно Да, и еще кое-что Я возьму этого здоровяка сейчас, а его четырех братьев Когда вытащу вас из всего этого Конечно, возьмите, они ваши Знаете что? Вы уже заставляете меня чувствовать себя в безопасности Что ж, хотелось бы то же самое сказать о вас самом Пойдемте Судя по вывеске, отель Рекс был захудалой маленькой академией верховой езды Там без всяких расспросов вы могли арендовать себе комнату На день, неделю или час Конторкой управлял Макс Вокалитис по прозвищу Большой Подбородок Милый маленький Грек с ледяным взглядом В жизни Макса было только две вещи Доллары и центы Он позволял регистрироваться, как вам угодно И этого было достаточно Он всегда будет там, когда бы вы не вернулись Я сказал ему, что я хочу оставить багаж Никаких телефонных звонков и никаких посетителей Вокалитис что-то хмыкнул Дважды Его словарный запас был чуть больше, чем у Орангутана Я поднялся со своим багажом вверх по лестнице в комнату 3.11 Не совсем как отель в Беверли Хиллз, но здесь безопасно Я пойду и попытаюсь выследить наших друзей с Востока Вы как вкопанные остаетесь здесь И никаких телефонных звонков Никому И ни при каких обстоятельствах не выходите наружу Я заберу за собой дверь Но я не смогу выйти И войти никто не сможет Но здесь Здесь нет пожарного выхода А что если пожар? Вокалитис застрахован Минуточку, насколько вы оставляете меня в этой дыре Дыре с набором мебели от Чиппендейла Это место можно было бы повысить до уровня трущоб Эй, Марлоу, подождите Марлоу Марлоу Я оставил Вакара в отеле Рекс и отправился в Бэй-Сити Энни Риарден Тогда-то ее отец был начальником местной полиции Долго он не протянул Он был офицером чести и поплатился за это Месяц спустя он свел счеты с жизнью Теперь Энни жила одна В маленьком доме Словно чистенькие на крахмаленной переднике И рисовала прелестные картинки для женских журналов Я бы дал в залог свою левую ногу, лишь бы жить в таком месте Но не думаю, что я бы решился на это Да? Добрый день, мэм Мое имя Марлоу Я сотрудничаю с колледжем Продаваю подписки на журнал Кэптен Биллис Виз Биг Бэн Вот как? Ага, и... Я также занимаюсь укладкой ковровых покрытий Что ж, почему бы вам не войти и не показать мне, как это делается? Хорошо? Ты просто так зашел или есть на то причина? Мне нужна помощь Это единственная причина, по которой я тебя вижу Выпивка все там же Итак Я нянчусь с клиентом, которому прислали карандаш Прислали что? Когда переходишь дорогу мафии, они пишут твое имя карандашу А затем они отправляют тебе и сам карандаш Двенадцатилетний скотч? Не дай ему ни минуты больше выдержки А я тут каким боком? Несколько наемных убийц прилетают из Нью-Йорка сегодня в 17.30 И ты хочешь, чтобы кто-то выследил их в аэропорту, так чтобы ты сам не попался им на глаза? Ты такая блистательная, что я разглядел бы тебя и в темноте Что ж, продолжай Они выглядят как бизнесмены, будут консервативно одеты Они будут с портфелями, в которых оружие Это не обычное оружие Почему? Оно так часто меняет владельца, что отследить его невозможно После выполнения работы они бросают оружие на улице и исчезают Очень расточительно Они поселятся в отеле, в хорошем отеле И ты хочешь узнать в каком? Верно А что потом? Пару дней они будут ходить за ним по пятам И потом скажут ему, привет, Сань Он обернется, и они нашпигуют его свинцом Филипп, как ты убережешь себя? Такова жизнь Если у тебя все получится, и ты вытащишь своего клиента Что помешает им отправить пару наемных убийц, чтобы они сказали тебе привет Марлу? Они стараются не убивать мирных жителей Послушай, это... Это была глупая затея Давай... давай все забудем Почему бы тебе просто не позволить мне пригласить тебя на ужин на следующей неделе? Треклятый ты парень Марлу Ты заманил меня, теперь просто забираешь приманку У этих парней рентгеновские глаза, Эми Они тебя заметят, ты слишком привлекательная Тогда я надену тот скромный костюм монахини, в котором ходила на пасху Налей себе еще выпить Бабочка возвращается в свою куколку Я не был уверен, что мне нужно было привлекать Энни Риск был небольшой, но он был Меня беспокоило то, что мафия могла устроить слежку, чтобы убедиться, что за ними нет хвоста Но Энни любила каждую минуту, проведенную со мной Она бы не потерпела отказа Я начал что-то, и ей нужно было закончить это Не важно, что КОНЕЦ Смолёт приземлился четыре минуты назад, так что тебе лучше скрыться Я присмотрю за тобой, пока не буду уверен, что за тобой не следят После я вернусь в офис Энни, если почувствуешь, что они тебя заметили, бросай все это и уходи Когда-то ты успел стать наставником воскресной школы, Филипп? Ты потрясающая женщина Я дочь полицейского Теперь иди Теперь иди Президент Продолжение следует... Позрачная 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 Я наблюдал, как Энни уходит. Никто не следовал за ней. Я вернулся в свой офис и стал ждать. В 7.30 я начал интеллектуальное общение с рюмкой бургона. Весточки от Энни. В 8 я позвонил Энни домой 4 раза, а ответа не было. Казалось, что это самая жаркая ночь в году, и дело было не только в жаре, которая заставляла меня потеть. Агент 137 докладывает. Заходи же. Итак, тебе удалось? Я выследила их, если, конечно, выбрала нужную парочку. Как ты и говорил, двое обычных парней, на таких не обратишь внимания. Но ты обратила. Оба с темноватыми волосами, у одного немного светлее. У обоих были усы. Они даже не общались. Но обменялись сумкой. Это странно, да? Да. Куда они направились? В отель Беверли-Вестер. Я проехал с ними на лифте. С ними? Ага. Расслабься, они приняли меня за потаскушку. Я прошла мимо них, пока посыльно открывал дверь. Комната 4,10. Они оба в одной комнате. Я получу свой значок новичка? Конечно, получишь. Конечно. Просто дай мне костюм Бака Роджерса. Что дальше? Для тебя? Ничего. Но я только начала. Что ж. Возможно, я поселю моего клиента в твой дом на пару ночей. Симпатичный? Если тебе нравятся бабуины, то да. Хорошо, я всегда могу закрыть глаза и подумать о Кларке Гейбли. Филипп, я не ела весь день. Прости. Если я доживу до завтра, то отведу тебя в Роману. Обещание, обещание. Энни, ты просто подумай секундочку. Увидимся у тебя. Да. Маги, убойный. Ты все еще там, вайорец? Разве тебе не нужно идти домой? Что на этот раз, Марлоу? Послушай, я тороплюсь, моя жена ждет меня. Мне нужно грузовое судно. Грузовое? Какое еще грузовое судно? Любой корабль, который отплывает туда, где говорят на иностранном языке. Салчным шкипером, который не возражал бы против контрабандного багажа на борту. Это для парня? Проси у Ван Омэрена, в Оушен-Пасифик. Каким чертом не знаю. Иди туда и сам разузнай. До скорого. Оставь, я посмотрю их утром. Эй, это ты? Вы Марлоу? Нет, Эф Марлоу. Что? Филипп. Эф, а вы? О, заканчивали колледж, да? Нет, просто я так говорю с людьми, с которыми мне приходится разговаривать. Чем могу вам помочь? Мне нужен сальвакару. Извините, но сегодня всем нужен сальвакару. Думаешь, ты большая шишка, а? Со мной это не прокатит. И это твой самый грозный вид? Назад, ищейка. Я научу тебя хорошим манерам. Да все, на что ты способен, малец? Ладно, успокойся, взбодрись и выкладывай. Послушай, я просто пытаюсь сделать свою работу. Да, уверен, ты можешь сделать что угодно, не так ли? Кто тебя послал? Я не скажу. Лучше точно не священник. Чего он хотел? Босс знает, что вакару у тебя, и ты его где-то прячешь. Это я и сам понял. Он был у босса на коротком поводке, но поводок порвался. Благодарю. А у тебя появились хорошие манеры, певчий мальчик. Мне это нравится. Тебе нужен вакару? Представь меня боссу. Возможно, я заключу с ним сделку. Ты хочешь поговорить с Доном? Я хочу видеть его сегодня. Встреча? Ты сдурел, никто нет. Нет встречи, нет вакару. Я не могу позвонить Дону. Звони. Марио, это Сколизи. Позволь мне поговорить с Доном. Нет, у меня проблема, я должен поговорить с Доном. Здравствуйте, сэр, прошу прощения за... Тут возникла небольшая проблема. Я повидался с Марвелом, он говорит, что крыса у него, но... Он хочет встретиться с вами. Я сказал ему... Он сказал, нет встречи, нет вакару. Да, спасибо, сэр. Спасибо. Пойдем. Что-то не так с твоими ногами? Шевелись. Если сопляк работал на Дона Луиджи, то что-то здесь не сходилось. Луиджи Калифаном был большим человеком. Среди пятерых в его семье он был вторым. И он был одержим тем, чтобы исправить эту ошибку. Человек с властью Калифана мог схватить меня хоть днем, хоть ночью, прислав 10 самых отъявленных головорезов в стране. Вместо этого он отправил одного из самых слабых. Возможно, Дон стал беспечен на старости лет. Или, может быть, он все это запланировал. Держи руки на руле. Это он? Да. Покажи удостоверение, но медленно. Покажи удостоверение, но медленно. Сперва он. Руки на капот. Послушай, я... Кончай умничать и делать, что велено. Пущи его. Подождите. Тронешь меня хоть пальцем, и сделки не будет. Кто из вас потом будет объяснять это Дону Луиджи? Сколлизи. Говоришь, он в порядке? Да. Если бы они меня обыскали, то нашли бы пушку Сколлизи. Для сопляка вроде него это было бы как для самурая решиться своего меча. Навредило бы репутации. Белла фигура. Нет. Теперь все серьезно. Передай им, чтобы вернулись в строй. Он купился на мою отзывчивость. И уведоми Клирленд и Детройт. 25 тысяч консолидировано в Нью-Йоркском рынке. Открой. Это Марло, сэр. Минуточку. Ты забыл свой ствол. Осторожно, не урони его и не сломай свой большой палец. Как получилось, что его оружие оказалось у вас? Это детям не игрушка. Скажите мне, мистер Марло, в чем ваш интерес? Вам нужен вакара, а мне нужны 10 штук. Вы это называете интересом? Человек никогда не знает, что он у нас следует. 10 тысяч? Большая сумма. Вот почему я этого хочу. Вы сдадите ради этого своего клиента? Макара значит для меня столько же, сколько деревянная нога Джона Сильвера, но если я не ошибаюсь, для вас он значит гораздо больше. Мистер Марло, вы разумный человек. 10 тысяч – это не проблема. Что важно для меня – это определенность. Мне нужен этот человек. Я заплачу вам, когда вы его доставите. Вы должны доверять мне. Все, что оставил мне мой папаша, это один хороший совет. Никогда не играй в покер с человеком, называющим себя честный Джон. Но Дон Луиджи известен как человек чести. Вы даете мне слово на деньги, а я приведу его вам. Даю вам слово. Где и когда. Отель с вывеской «Рекс». Я встречу ваших людей на улице в полночь. Да, я был бы признателен, если бы ваши парни не кокнули и меня за компанией. На выход. На обратном пути в город я решил навестить Маги, но он еще не пришел, поэтому я остался в участке на Руилках-Савинюк. И написал ему записку о том, что он должен был знать, и срочно. Во сколько Маги приходит по утрам? Восемь, восемь тридцать, а что? Вы можете передать ему это лично? Конечно, без проблем. Что это? Для Маги. Я отнесу ему на стол. На кого ты сейчас работаешь? На Вестерн Юниор? В записке было сказано, что Луиджи Калифана знает, что парень у меня, и что в его участке завелась птичка, которая поет мафии. Я подъехал к отелю с вывеской «Рекс» в 23.45. По лимузину, припаркованному на стоянке, я понял, что гости из Нью-Йорка уже прибыли. Я убедился, что они меня заметили. Бакалидис действовал, как три мудрых обезьяны. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Он звучал, как бензопила, страдающая от астмы. Утомился, что-то не верится. Господи, весь чертов день! Я даже не мог сходить в туалет! Где, черт возьми, вы были? Зато вы живы. Я не могу больше здесь оставаться. Вы выйдете через 10 минут. Это точно? Да. Я нашел для вас выход. Все, что вам нужно сделать, это сидеть и не издавать ни звука. Эй, минуточку, Марлоу! 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 Я думал, что, возможно, у меня есть пять минут, прежде чем мафия начнет действовать. Достаточно времени. Откройте, я от Маги. Постой, Маги прислал меня. Я Марлоу. Профессионал, а? Отпустите пушку, мистер Вакара. Я законник. Снимай пиджак. Не лезь в карман. Снимай пиджак. Брось его. Повернись, листом к стене. Опопрись. И двигаться. Ладно, можешь отойти от стены. Вы шли сюда чертовски долго, Марлоу. Маги сказал, что он отправил вас сюда еще утром. Маги этого еще не знает, но кто-то в его участке продал вас с потрохами. Они внедрили кого-то в участок Маги. Как вы узнали? Через час, как Маги дал мне ваше имя, ко мне в офис пришел парень и заявил, что он это вы. Я не понимаю. Они подослали двойника, чтобы отвлечь меня на то время, пока они придут за вами. Вы поняли, что он двойник? Как? Маги сказал мне, что вы здесь, в Рекси. Парень, который пришел ко мне, прятался в другом отеле. В Беннет-Ланерадо. Где он сейчас? Он этажом выше. Что? Я понял, что это всего лишь вопрос времени, прежде чем птичка доложит мафии, что вы здесь. Так что я привез двойника сюда. Он весь день заперт в одиночестве. Нужно уходить, рано или поздно они найдут нас. Вам лучше убраться отсюда, Марло, пока еще можете. Мы уйдем отсюда вместе. Они наблюдают везде, со всех сторон, с крыши. Мы собираемся выйти через парадную дверь, пока они пойдут в другой номер поздороваться со своим двойником. Пойдемте. Вы сдурели? Зачем им это делать? Потому что я скажу им, что вы в номере 311, в котором сейчас двойник. Вы собираетесь сидеть здесь всю ночь и обсуждать это? Хорошо. Так, постойте. Я спущусь первым. Один звонок телефона, и вы быстро бежите вниз. Через своей, ни за что не останавливаясь. Моя машина находится прямо у входа. Вы поняли или повторить? Я понял. Хорошо. Три-одиннадцать. Дайте мне минуту, чтобы убраться отсюда. Звонишь крысе, Марвел? Почему же они продолжают выпускать тебя с детской, а? Ледя на тебя, Марвел, я думаю, может быть, сначала прибить другую крышу? Ты водитель, вернись в машину. Тут работа для мужчин. О, нет! Уходи, быстро! Шевелись! Я и подумать не мог, что мафия убьет своего человека. Обычно они проверяют цель перед тем, как спустить курок. Но не в этот раз. Они убили двойника. Направляясь на запад, я срезал путь по переулкам. Спустя пару минут я понял, что мы в порядке. Нас никто не преследовал. Поэтому я поехал в Бэй-Сити. К тому времени, как мы добрались до дома Энни, Бакара был таким же нервным, как кенгуру на баку. Уиджи Калифано придется не сладко, он говорил. Заключить сделку с человеком вроде него – это одно, но выставить его на посмешище – это совсем другое. Нам обоим стоит покинуть страну. Я был ему благодарен, ведь он заставил меня чувствовать себя лучше. Филипп, закрой дверь. Энни, это мистер Вакаро. Доброе утро, мистер Вакаро. Да. Мистер Вакаро – бухгалтер. Он хотел бы остаться на завтрак, после чего он вынужден будет эмигрировать. О, мне жаль, ему нет. Чтобы вытащить вас отсюда, потребуется крупная сумма денег. Сколько у вас есть? А сколько вам требуется? Внезапно я почувствовал себя очень бедный. Чей счет вы подчистили? Рокфеллера? Ни чей, они мои. Но Капа Востока говорит, что нет. Поэтому я собрал вещи и бежал. Вот почему они хотят поймать меня. Я потратил 20 лет на то, чтобы накопить. Может быть по 500, 600, раз за разом. Да, это тяжело. Мне нужно пару кусков, чтобы подготовить вам путь. Серийные номера не по порядку? Все купюры старые. Вот два. И еще два для вас. Как насчет хозяйки дома, питания и проживания? Да. Да. Как вам приготовить яйца, мистер Вакаро? А? Я остался у Эни на ночь, но так и не смог толком поспать. Я знал, что Вакаро был прав. Калифана это дело так просто не оставит. Я так и слышал тихий голос у себя за спиной. Привет, Марло. Я должен был сделать ход, и на этот раз мне пришлось его сделать. Сальвакаро был не столько клиентом, сколько больше похож на альбатроса, которого я повесил вокруг своей шеи. Мне было все равно, даже если бы пришлось грести до Китая. Я просто хотел, чтобы он ушел из моей жизни. Навсегда. Моги дал мне зацепку, так что я последовал за ней. И всю дорогу я продолжал твердить себе, что мафия не может открыть сезон охоты на Энни. Вот что я продолжал твердить себе. Есть кто дома? Кто спрашивает? Вы, Иван Омерен. Может быть. Лейтенант Моги сказал, что вы можете подсказать корабль, который вывезет сегодня вечером парня из страны. Лейтенант так сказал? Да. Сотни. Шим Бумару. Напротив. Капитан Кенда или другой. Инстал. На причале 9 капитан Ларсон. Спасибо, дружище. Эй, а имя у тебя есть? Может быть. Может быть. КОНЕЦ Доброе утро. Я хочу поговорить с капитаном Кендо. Он здесь? Я капитан Кендо. Мне нужно поговорить с вами, капитан. Может быть, это льем? Они не понимают английский. О чем вы хотите поговорить? Как насчет двух тысяч долларов для начала? Пройдемте, пожалуйста. Ты, соображай быстрее, голландец. Я спрошу тебя еще раз. Чего он хотел? Ничего, он просто спросил о Грузии. О Грузии? Говори громче, я тебя не слышу. Громче. Спасибо вам, капитан. Я доставлю пассажиров полночь. Спасибо вам, мистер Марвелл. Вы далеко от Теперери. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Все, достаточно Я презираю таких людей, как ты, Марлоу Ты не понимаешь, что такое уважение Приведите его в порядок Заходите, мистер Марлоу Проходите сюда Прошлой ночью, по вашей наводке, мы убили одного из наших, не так ли? Нет Это у ваших стрелков таки за дело спустить курок Скажите, мистер Марлоу, мне действительно интересно узнать Вы действительно думаете, что так просто уйдете от этого? Что никто не будет вас искать? Я не думал, что они убьют его Вы мальчишка Мистер Марлоу Мальчишка со страховым полисом Вакаро по-прежнему у меня, и он вам все еще нужен Мертвым я вам не нужен Да, Вакаро, это самое главное Я собираюсь дать вам шанс, не многие люди дожили до этого Доставьте Вакаро мне лично И вы уйдете живым Похоже, он вам и правда очень нужен Он предал мое доверие Где он? Он В полночь покидает страну Ваши люди знают, где это будет Вы приведете его ко мне сюда Если вы не сделаете этого, то вы не сможете спрятаться нигде Я абсолютно ясно выражаюсь Да, Дон Луиджи Абсолютно Знаете, Марлоу Вы бы мне пригодились Дон Луиджи подсластил пилюлю Я бы ему пригодился Я видел это в его взгляде Он сказал именно то, что и имел в виду Не будет Вакаро, и однажды карандаш пришлют мне Мафия похожа на Спрута А Спрут может ждать несколько лет, если потребуется И однажды я бы услышал Привет, Марлоу Хотите, чтобы я с ребятами проследил за ним? Никуда не денется Он вернется Единственный способ справиться со Спрутом Это забыть о щупальцах и заняться его головой А для этого вам нужен гарпун У меня не было гарпуна, но, возможно, у меня было что-то другое Это была рискованная игра, но У меня не было выбора Около часа я петлял вокруг холмов, до тех пор, пока не убедился, что за мной нет хвоста Затем я направился на запад и покатил вдоль берега Я подъехал к дому Энни около 10.30 Я нашел вам грузовой корабль в Гонконг Он отплывает в полный За вами следили? Не в этот раз Хочешь я пойду с тобой? Нет, я могу везти машину Нет! Я бы ни за что на свете не подверг тебя опасности Могу я воспользоваться телефоном? Конечно Соберите свои вещи Да Энни, мне нужна твоя машина Да, это Марлоу Мне нужна твоя помощь Музыка 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 КОНЕЦ Это капитан Ларсон. Капитан Ларсон, это ваш пассажир. И 2000 долларов для начала. Бывай, Вакара, того, что есть у вас в чемодане, вам хватит на открытие небольшой лапшичной в Гонконге. Спасибо, Марл. Спасибо за все. Благодарите его. Все, послушайте, если вам что-нибудь, что угодно понадобится, я все сделаю для вас. Есть только две вещи, которые вы можете сделать для меня. Это забыть мое имя и забыть мой адрес. Хочешь, чтобы я пошел с тобой? Нет, это мое дело. КОНЕЦ Не смешно, полиция! Взять его! Скоризи! Блюдок! Отряд! Это он? Я Луиджи Калифано. Не думаю, что у вас или у вашего человека есть дела со мной. Вчера вечером на Пойнт-стрит в отеле Рекс умер человек. Полагаю, с ним у вас были дела. Я ничего об этом не знаю. Сегодня вечером в моем участке был арестован сержант, потому что он стоял на вашем довольствии. И он рассказал другую историю. Он сказал, что вы заказали убийство, но предлагал это только приезжим. Этот сержант рассказал им многое другое. И когда я вышел из офиса окружного прокурора час назад, я бы сказал, что ваш срок увеличился, возможно, до 30 лет с ван Квентин. Скажите мне, то, Луиджи, мне действительно интересно узнать. Вы действительно думаете, что так просто уйдете от этого? Что никто не будет вас искать? Знаешь, ты был несправедлив к нему. Он славный малый. Кто? Мистер Ваккаро. Славный. Снова ты начинаешь. Думаешь, они когда-нибудь найдут его? Я сомневаюсь. Конкретно этот спрут мертв. Спрут? Мистер Марлоу, это было доставлено для вас. Благодарю. Да, когда головы нет, щупальца чахнут. А потом... Привет, Марлоу. В чем дело, парень? Шуток не понимаешь? А вот еще одна шутка. Я забыл свой бумажник. Миссис Маги, это правда, что вас приставили к медали Конгресса за отвагу? За то, что вы в течение 25 лет остаетесь женой этого парня. Да. Далее, в сериале Филипп Марлоу «Частный детектив». Это была первая ночь самой скучной работы, которую я когда-либо делал. Но детективу Марлоу становится не до скупки в ожившем отеле, когда великий король леопарди устраивает наверху вечеринку. Эй, щейка! Но когда король слишком громко играет на своей трубе, лучше всего восхищаться этим парнем по радио. Кто-то превращается в музыкального критика. И только Марлоу может понять, кто переписал эту мелодию. И что это за ключ. Но мне нужен этот ключ. И вы обещали мне вторую половину 500 долларов. Помните? И теперь Марлоу может быть следующим в этом хит-параде. Доброй ночи, мистер Марлоу. Главной роли Пауэрс Бут. Король в желтом. Следующий эпизод сериала «Филип Марлоу. Частный детектив». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok